говоря не ухоженности лиссабона вот я имел ввиду вот такие вот дома которые я думаю являются памятниками архитектуры вот с плиткой и вот рядом буквально с ним дом который вот разрушенный весь в таких вот граффити рядышком вот тоже полуразрушенный дом и это в принципе все вот в минуте от национального музея вот такое вот здесь находится и конечно же это совсем как-то удручающе смотрится столице ну и многие дома фасады тротуары все это довольно таки запущен мы решили проехать до площади коммерции на трамвайчике вот довольно таки комфортабельный трамвай здесь можно оплатить картой если нет у тебя карты которую нужно вот на валидаторе все время прислонять и проезд несмотря на общем рассказы что в португалии все дешевле единичный проезд стоит 310 вот то есть чтобы проехать буквально 12 минут нужно заплатить 620 в принципе на такси было бы дешевле потому что от нашего отеля мы ехали пять с половиной километров заплатили за такси всего лишь 8 евро поэтому в принципе по лиссабону довольно таки дешево перемещаться на такси ну или покупать карты туристические и тогда уже скорее всего это будет немножко дешевле одноразовые поездки на трамвае очень дорогие по пути навстречу мы вот заскочили на площадь коммерции очень большая довольно таки огромная с вот такой вот аркой кафешки здесь ресторанчики монумент вот такой вот большой ну и вид на океан пока что из плюсов лиссабона я отмечаю только погоду несмотря на чистейшее небо без единого облачка здесь очень здорово гулять ну конечно же нужно не забывать мазаться спфом потому что несмотря на свежесть воздуха и прохладу которая идет с атлантического океана чувствуется запах морской очень здорово конечно же сгореть здесь очень легко потому что солнышко в общем греет но настолько приятно гулять вот в под открытым небом севиль и в мадриде ну невозможно было находиться было очень жарко вот а в лиссабоне можно в лиссабоне очень свежо но на данный момент архитектура вообще не впечатляет город запущенный довольно таки грязный фасады настолько пошарпаны что ну как то не по столичному все это выглядит но очень сильно пахнет морем ага вон там большой крест такой же как практически такой же как в рио до жанейро я кстати в рио был на этом кресту и ну форме иисуса очень здорово огромный подвесной мост мы вчера проезжали по мосту лопа де вега когда заезжали на автобусе лиссабон нереально длинный мост классный ой как пахнет морем а здесь вот такой вот мост впереди очень здоровский красивая набережная и воздух настолько свежий настолько классный ветер впереди вон стоит пассажирский лайнер позитивная погода люди гуляют уличные музыканты лиссабона уличные торговцы шляпками и очками вот здесь проходит конкурс скульптур из песка довольно таки симпатично вау причем что еще и разукрашены эти все скульптурки прямо вот на таком микро пляжике вот так вот люди делают тигров бегемотов наверное оленей класс очень здоровски красивые такие скульптуры что делают эти люди с деньгами непонятно носороги обезьяны очень здорово свежий бриз парусник просто здорово позитив мыльных пузырей на площади коммерции класс мы такие позитивные шарики видели в цирихе ну малышам раздолье класс если вы хотите прокатиться на ретро мобилях то это лучшее место чтобы это сделать и здоровски ретро мобильчики здесь находится вот такой вот тук-тук в лиссабоне а впереди я так понимаю замок святого георгия и на таких тук-туках можно передвигаться в поле сабона и вот о чем я говорил вот такие вот не ухоженные здания прямо в самом-самом центре в любом центре очень много сувенирных магазинчиков и пошарпанных зданий с сушащим собельем банку националь ультрамарину национальный морской банк шляпный аутлет под открытым небом часы красивые музей дизайна вот такая вот улочка с ресторанчиками и магазинчиками туристический вот такой вот трамвайчик на котором все советуют кататься но мы проехались на обычном трамвайчике с кондиционером и очень неплохо себя в нем чувствовали так интересно здесь тоже парни торгуют вот всем этим хламом и что интересно на контрасте Мадрида там вот все эти простыни на чем оно разложено ребята стояли и держали как бы ну веревки потому что то есть с каждой стороны просто не привязана веревка то есть чтобы очень можно быстро было это смотать и убежать от полиции и мы несколько раз видели ребят из дружественной Африки которые драпали от полиции с этими котомками и это выглядело довольно таки забавно здесь наверное полиция не гоняет ребят и они вот свободно расслабленно вот торгуют и в Сен-Лоранами Прадами и Коко Шанелями вот знаменитый лифт Санта Хуста туда на обзорную площадку можно подняться но что то он как то не двигается сегодня ну и вот о чем я говорил обшарпанность зданий даже в самом-самом центре мост Санта Хуста нет он работает с этой стороны вот такой он прикольный лифт работает вон кабинка едет пеликаны прикольные а даже Коко Шанелями или за просмотр поездок дошли дошли но Вышли мы на площадь Россио, тоже большая площадь с монументом и фонтаном. Фонтан красивый, большая такая площадь, наверху монастырь какой-то. Красивый фонтанчик. Красивый Фонтан чёрный Красивый фонтанчик. Фонтанчик. Субтитры создавал DimaTorzok